Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы свяжем вот такую замечательную шапочку. Подходит она как для женщины, как для мужчины, так и для подростка. Она немножечко вот так вот с нахлёстом назад, то есть, как видите, можно ее носить вот так вот с отворотиком назад, с наклоном. Можно подворачивать вовнутрь. Вот высота данной шапочки у меня 25 сантиметров. То есть, как вы видите, немножечко такая длинная, чем классическая обычная шапочка. И где-то на обхват головы рассчитан 55-57 сантиметров. Хорошо тянется, в принципе, подойдет и 58 сантиметров окружности головы. Я думаю, вполне даже достаточно. Вот, вяжется шапочка, в принципе, довольно-таки быстро. Уйдет на нее меньше моточка. Вот, я вязала на парня. Вот, вы можете взять в зависимости от выбранного цвета, связать как для девушки, так и для парня. Вот, вязала я резиночку 2х2, затем плавно переходила на вот такой вот узорчик. У меня шапочка переходит на узор из таких вот состоящей колонны, из изнаночных петелек. И с другой стороны у меня идут чередования двойной рис или двойная жемчужная, путанка, двойная. В общем, вот такое вот чередование узорчиков. В принципе, если вы знаете, как вяжутся лицевые и изнаночные петли, то я думаю, что вот такую шапочку вам связать будет очень просто и легко. Вязала я ее на чулочных спицах. Вы можете вязать на круговых спицах. При этом, посмотрите, ее большой плюс, то, что она без шва. То есть, посмотрите, здесь нигде не сшивается, вязание у нас по спирали круговую. И благодаря этому, в принципе, как вы ее не оденете, так будет у вас, в общем, задняя сторона, передняя. То есть, как вы видите, такое вот идет непрерывное вязание. Вот это является большим плюсом. Я надеюсь, что вам понравилось. Если да, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать свою любимую Ализе Лана Голд. Это классическая пряжа 240 метров в 100 граммах, полушерстяная. Более подробно вы сможете посмотреть об этой пряже отдельный видеообзор. Ссылочку оставлю под этим видео. Смотрите в описании ниже. Далее буду вязать чулочными спицами номер 3,5. Можете заменить на круговые, если вам удобно вязать круговыми. Далее нам понадобятся ножнички, крючок и сантиметр. Раппорт узора резиночки 2х2, с которой я начну вязание, составляет 4 петельки в ширину. И раппорт основного узорчика, с которого я буду переходить, когда провяжу резиночку 2х2, у меня составляет 10 петелек. Так как я не хочу делать прибавления после резиночки, то я наберу такое число петель, чтобы делилось и на 4, и на 10. Поэтому я буду набирать изначально на 2 спицы 100 петелек. Плюс для замыкания вязания в круг я наберу 1, то есть 101 петельку. И теперь распределяем нашу 101 петельку, которая набранная у нас, на 4 спицы. То есть набираем таким образом, чтобы было четное количество петель на каждой спице. То есть по 24 петли 2 спицы и по 26. Это для удобства вязания. Пересняв на 4 спицы наши петельки, обратите внимание на то, чтобы вязание у вас не было перекрученным в начале замыкания ряда. Берем теперь в руки первую и последнюю спицу, то есть первую и четвертую. У вас вот этот наборочный хвостик должен остаться сверху, а рабочая ниточка снизу. И подтягиваем вот эти вот петельки к началу правой спицы и вот эти петельки к началу левой спицы. Теперь смотрите, последнюю набранную петельку мы переснимаем на, получается, спицу, на которой набранная первая петелька. И теперь эту первую петельку набрасываем на последнюю и спускаем полностью со спицы. последнюю набранную петельку возвращаем на правую спицу теперь краешек, вот этот вот хвостик наш тянем на себя а рабочую ниточку от себя таким образом затягиваем наше вязание и обратите внимание, что у нас вот таким вот образом при замыкании вязания в круг сократилась эта 101 петелька у нас в общем количестве осталось всего 100 петель, которые нужны нам для вязания и начинаем вязать резиночку 2х2 берем пятую спицу, либо это если у вас вязание в круг точно так же замыкаем первую петельку и начинаем вязать, чередуем 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные вот эти 4 петли, 2 петли лицевые, 2 изнаночные и есть раппорт узора в ширину резиночки 2х2 поэтому повторяем 2 лицевые, 2 изнаночные 2 лицевые, 2 изнаночные во втором ряду над двумя лицевыми вяжем так же 2 лицевые и над двумя изнаночными вяжем так же 2 изнаночные вот таким вот образом нам нужно провязать высоту резиночки 2х2 какую вы хотите, чтобы у вас была вот эта вот начальная высота можете провязать 16 рядочков, можете провязать 18 и можете провязать 20 я обычно беру четное количество для удобства вот и будем высоту вязать резиночку 2х2 а затем перейдем на основной узорчик после того, как связали высоту резиночку я связала 8 сантиметров в высоту вы хотите, можете больше, меньше и теперь переходим на основной узорчик основной узорчик занимает у меня 10 петелек в ширину и 4 ряда в высоту, которые между собой будут повторяться то есть мы сейчас с вами свяжем первые 4 ряда добавлять петельки я не буду переходить на другие спицы я тоже не буду то есть просто вяжем цельным полотном по кругу и так, смотрите мы сейчас вяжем первую петельку вот у нас идут 2 лицевые предыдущего ряда вяжем первую лицевую далее 3 изнаночные 1, 2, 3 затем снова 1 лицевая это у нас получается 5 петель раппорта далее 1 изнаночная лицевая, изнаночная, лицевая это 3 петли узора путанка и изнаночная петля вот они наши 10 петелек первые раппорта 2, 4, 6, 8, 10 один раппорт связан и дальше повторяем сначала 1 лицевая петля дальше 3 изнаночные 1, 2, 3 и 1 лицевая первые 5 петелек у нас всегда будут одинаковые в любом ряду по высоте то есть смотрите 1 лицевая, 3 изнаночные и 1 лицевая дальше у нас идет 1 изнаночная которая также будет все время изнаночной и далее идут 3 петли узора путанка лицевая, изнаночная, лицевая и довязываем 1 десятую петлю изнаночную повторяем 1 лицевая 3 петли изнаночные 1, 2, 3 я перехожу на вторую спицу 1 лицевая довязываю далее идет изнаночная 3 петли двойной путанки лицевая, изнаночная, лицевая и довяжем 1 изнаночную десятую петельку раппорта вот так, что мы будем вязать скажем, в нечетных рядах то есть первым, третьим, пятым и так далее мы будем повторять в четных рядах по рисунку вязать петельки и еще один раппорт с вами свяжу 1 лицевая петля далее идут 3 изнаночные 1, 2, 3 1 лицевая далее 1 изнаночная 3 петли нашей путанки лицевая, изнаночная, лицевая и 10 петля раппорта это изнаночная петля вот таким вот образом довяжем до конца ряда распределяя первый ряд раппорта 1 лицевая петля вот она у нас 3 изнаночные, 1 лицевая далее изнаночная 3 петли двойной путанки лицевая, изнаночная, лицевая И изнаночная десятая петля раппорта. Довязав до конца ряда, первый ряд у нас провязан. Если окончание, конец раппорта совпадает с концом ряда, то значит все провязано правильно. И теперь продолжаем вязать второй ряд раппорта нашего. Второй и все последующие четные ряды, четвертый, шестой, восьмой и так далее, будем вязать по рисунку, который задаем в нечетных рядах. Первом, третьем, пятом, седьмом и так далее. Буду повторять это каждый раз, чтобы вы не запутались. Второй ряд мы вяжем по рисунку. Это как? Смотрите, первая у нас шла лицевая в предыдущем ряду, так мы и вяжем ее лицевой. Далее три изнаночные. Один, два, три. Так и вяжем три изнаночные над тремя изнаночными. И далее идет лицевая. Затем у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Так и вяжем над рисунком предыдущего ряда, вот таким вот образом. Теперь повторяем. Лицевая первая петля раппорта. Затем три изнаночные. Один, два, три. И лицевая. Затем вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Вот таким вот образом над петельками предыдущего ряда вяжем по рисунку, как ложились петли в предыдущем ряду. Над лицевыми вяжем лицевую петлю, над изнаночными вяжем изнаночную петлю. И вот так вот продолжаем вязать второй ряд раппорта до конца ряда. Довязали второй ряд по рисунку и у нас уже виднеется первая часть раппорта в высоту. Сейчас в третьем ряду мы немножечко поменяем концепцию. Смотрите, первая часть раппорта, лицевая, три изнаночные, лицевая, мы так и вяжем по рисунку. И от начала до конца вязания высоты шапочки эта часть будет неизменна. Изменна лишь будет немножечко другая часть. Смотрите, у нас идет следующая петля после лицевой, изнаночная, мы так ее и вяжем изнаночная. Дальше идет лицевая, изнаночная, лицевая. Мы над лицевой первой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую, а над лицевой вяжем изнаночную. И последняя петля рапорта у нас изнаночная без изменения. То есть смотрите, между изнаночными петлями второй части рапорта, то есть первые 5 петель мы не трогаем, вяжем все время по рисунку, а вторая часть рапорта между двумя изнаночными, вот эти 3 петельки, мы будем в первом ряду вязать лицевая, изнаночная, лицевая, между вот этими двумя изнаночными, первой и пятой, а в третьем ряду менять на изнаночную вязать лицевую и изнаночную. То есть над лицевыми вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую и над лицевой изнаночную. Вот таким вот образом мы будем лишь только менять вот этот рапорт, вот эту часть рапорта вторую, в каждом нечетном ряду. В первом вязать как первый ряд мы вязали, в третьем как третий ряд, И снова у нас после провязанного без изменения четвертого ряда рапорта, последнего, мы начнем с первого вот этого ряда. То есть вот эта только часть у нас будет, скажем, меняться. Все остальное будем вязать по рисунку. Итак, снова повторяем. Лицевая, 3 изнаночные петли и лицевая. Первую часть провязали без изменения, которая у нас будет вязаться от начала до конца высоты шапочки также. А вот эта часть, вторая, там где у нас идет первая изнаночная, далее идет лицевая, изнаночная, лицевая. Мы вяжем наоборот, изнаночная, лицевая, изнаночная. И последняя часть рапорта, последняя петля, это изнаночная. То есть первая и пятая петля второй части рапорта, а между ними три петли. И это узор двойной жемчужный или двойной рис. Двойная путанка еще называют и так далее. Вот эта часть только будет меняться. И снова повторяем. Лицевая, 3 изнаночные. Затем у нас идет лицевая и изнаночная. А теперь подошли к трем петлям узора путанки. И над лицевой вяжем изнаночную. Над изнаночной вяжем лицевую. И над второй лицевой вяжем вторую изнаночную. И довяжем до конца рапорта последнюю петлю изнаночной. Вот таким вот образом мы провяжем весь ряд, третий до конца. Лицевая, 3 изнаночные, лицевая мы не трогаем, вяжем по рисунку. А вторую часть вяжем первую и пятую петлю изнаночными. А между ними изнаночная, лицевая и изнаночная. То есть наоборот, вот эти три только лишь петельки второй части рапорта. Довязали третий ряд до конца. И четвертый ряд повторяем то же самое, что и в третьем. То есть вяжем по рисунку. Первая лицевая, далее 3 изнаночные и лицевая. Как я вам говорила, первая часть рапорта у нас будет без изменения. Далее у нас идет изнаночная. И мы поменяли петельки второй части рапорта. Вяжем изнаночная, лицевая и изнаночная. Довязываем рапорт изнаночной петлей. То есть вот так вот вяжем по рисунку наши вот эти три петельки. Далее повторяем. Лицевая, 3 изнаночные и лицевая. Первую часть рапорта не тронули. А дальше идет изнаночная. Над изнаночной вяжем изнаночную, над лицевой лицевой, над изнаночной изнаночной. То есть по рисунку. Довязываем до конца рапорта одну изнаночную петлю. Вот они у нас два рапорта связаны. И мы точно так же продолжаем вязать по рисунку до конца четвертого ряда. И это последний ряд рапорта. Довязали четвертый ряд. И повторяем все с первого ряда распределения вот этого вот нашего основного рисуночка. Первую часть, как я вам уже говорила, мы не будем трогать. Это первая петля лицевая. Далее 3 изнаночные петли. И лицевая петля. Не трогаем. Дальше у нас идет изнаночная петля. Мы вяжем над изнаночной, лицевой, изнаночной. Вяжем уже лицевая, изнаночная, лицевая. То есть меняем вот такое вот направление. То есть как мы вязали вот здесь вот. В самом первом ряду. И заканчиваем наш первый рапорт изнаночной петлей. То есть главное запомните, что вот они две петли изнаночные. Между ними петли путанки. А первую часть, которая вот эта, не трогаем. Я думаю, что здесь вам будет очень просто. Вот таким вот образом продолжаем дальше вязать. Лицевая, 3 изнаночная, лицевая. А дальше между изнаночной первой и пятой вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Соответственно заканчиваем как всегда изнаночной. И во втором ряду рапорта вверх будет все по рисунку. То есть как бы будет закрепляться вот эти петельки, путанки, двумя рядами. Поэтому и называется двойная. А вот эта колона, где у нас две лицевые и между ними три изнаночные, от начала до конца вот так вот и будет красивенько по рисунку. Вот таким вот образом нам нужно от начала вязания нашего, от начала провязывания резиночки в первом ряду, связать высоту вместе с резинкой нашего основного узора 23 сантиметра. И смотрите, провязав получается 11 полных рапортов, я буду сейчас связать первый ряд 12 рапорта и параллельно уже убавлять петли для макушки. Первый ряд макушки мы начнем следующим образом. У нас идет первая лицевая, мы так и вяжем ее лицевой петлей. Дальше у нас идет три изнаночные, мы разворачиваем задними стеночками вперед первые две петли и вяжем две петли вместе одной изнаночной. Я буду поворачивать так каждый раз, для того, чтобы у нас не были перекрещенные провязанные петельки. Дальше довязываем одну оставшуюся изнаночную и далее у нас идет лицевая и изнаночная по рисунку. Наше получается разделение первой части рапорта и начало второй части рапорта. Теперь дальше у нас три петли узора путанки, так как это первый ряд узора рапорта, то я буду менять местами. Лицевая, изнаночная, лицевая. Поменяли местами и дальше довязываем до конца рапорта одну изнаночную. Повторяем. Лицевая, две первые петельки мы разворачиваем задней стеночкой вперед к себе и вяжем одной изнаночной петлей. Тем самым сокращаем одну петельку в рапорте. Дальше у нас идет изнаночная третья, мы ее так и довязываем изнаночной. Лицевая, изнаночная. Петли путанки меняем лицевая, изнаночная, лицевая и довязываем до конца рапорта изнаночную петлю. Мы в двух рапортах уже убавили по одной изнаночной петельке в первой части рапорта. И дальше продолжаем. Лицевая, две изнаночные вяжем вместе одной изнаночной. Тем самым сокращаем одну петельку. Дальше довязываем одну оставшуюся изнаночную. Лицевая, изнаночная так и вяжем по рисунку. Дальше меняем петли путанки лицевая, изнаночная, лицевая. И конец рапорта это одна изнаночная петля. Вот так вот я буду сокращать по одной изнаночной петельке. Из трех будет у меня уже оставаться две изнаночные петли в первой части рапорта. Вот так я буду сокращать до конца первого ряда макушки. Далее второй ряд макушки мы будем вязать следующим образом. Смотрите, у нас идет лицевая первая, вторая изнаночная. Мы поворачиваем лицевую вот так вот, ближайшей стеночкой к нам. И далее лицевую изнаночную вяжем две вместе петельки одной лицевой. Мы таким образом сокращаем одну изнаночную петлю еще раз. Теперь вяжем изнаночная петля по рисунку, которая у нас была второй. И теперь снова у нас идет лицевая изнаночная. Я разворачиваю лицевую вот так вот, ближайшей стеночкой к нам. И вяжу лицевую изнаночную вместе одной лицевой петелькой. Теперь у нас идет по рисунку лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И лицевая над лицевой это петельки, те, которые путанка наша двойная. Теперь у нас идет еще последняя петля рапорта изнаночная. И теперь у нас в рапорте будет всего 7 петелек из 9. Теперь снова у нас идет лицевая и изнаночная, мы разворачиваем лицевую и вяжем вместе с изнаночной петлей 1 вместе лицевой. И теперь у нас идет изнаночная, вторая, мы ее так и вяжем изнаночной, и лицевую еще раз поворачиваем и вяжем вместе с изнаночной 1 лицевой петлей. То есть, смотрите, у нас получается первая петля лицевая, затем через 2 изнаночные была вторая петля. Мы сократили 1 изнаночную, провязывая первую лицевую вместе со второй изнаночной петлей. Дальше у нас снова идет лицевая изнаночная петля. Мы вместе сократили, провязали лицевую изнаночную 1 лицевой. И там, где у нас в ряду вот она лицевая, мы эту лицевую со следующей изнаночной вяжем вместе 1 лицевой. 1 раз и 2 раз, снова во втором рапорте 1 раз и 2 раз, и все остальные петельки пока по рисунку, петли путанки лицевая, изнаночная, лицевая, мы так и вяжем второй ряд по рисуночку, и петля изнаночная в конце рапорта так и остается пока без изменения изнаночной. Снова повторяем рапорты еще раз, лицевую разворачиваем и вяжем вместе с изнаночной 1 лицевой, дальше вяжем вторую изнаночную оставшуюся пока без изменения, и теперь снова у нас идет лицевая и изнаночная, мы разворачиваем лицевую и вяжем вместе с изнаночной петлей 1 лицевой. И у нас остается по рисуночку лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной и лицевая над лицевой, это второй ряд узора двойной путанки, и изнаночная в конце рапорта по рисуночку. То есть всегда где у нас лицевая, вот она первая, вторая, я буду разворачивать лицевую и вязать за дальнюю стеночку вместе с изнаночной. Разворачиваю я лишь для того, чтобы у нас была не перекрещенная провязанная вот эта лицевая, красивенько ложилась петелька вот такой вот косичкой. И снова идет изнаночная, вторая я ее вяжу изнаночной, далее у нас опять идет лицевая и изнаночная, я вяжу лицевой 2 петли, и довязываю по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом вяжем второй ряд, сокращая тем самым еще по 2 петельки в каждом рапорте. В третьем ряду мы сократим по одной петельке в рапорте. Смотрите, у нас шла последняя изнаночная, приспустите ее и оденьте на первую спицу, то есть последнюю петлю с последней спицы переснимите на первую спицу первой петельки. И теперь смотрите, вот эту лицевую и изнаночную петлю, первую и получается последнюю петлю рапорта, мы будем вязать вместе одной лицевой. Смотрите, первую петлю следующего рапорта и последнюю петлю предыдущего рапорта одной петлей лицевой вместе. Вот так вот заводим за лицевую и вяжем лицевую изнаночную вместе. Далее у нас идет изнаночная, так и вяжем ее по рисунку изнаночной. Далее лицевая вяжем по рисунку лицевой. Вот так вот. Далее у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, узор двойной путанки. Мы должны поменять, потому что это третий ряд уже получается рапорта узора. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. И далее у нас снова идет первая и последняя петля рапорта. Мы заводим за лицевую и вяжем лицевую и изнаночную петлю вместе одной лицевой. Дальше повторяем. Изнаночная, лицевая вяжем по рисунку. Теперь изнаночная, лицевая, изнаночная узор путанки меняем. И лицевая, изнаночная вяжем вместе одной петлей лицевой. Итак, продолжаем. Изнаночная по рисунку. Далее лицевая по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, узор путанки. И лицевая, изнаночная, то есть первая петля следующего рапорта и последняя петля этого рапорта вяжем вместе одной лицевой. То есть мы, получается, в прошлом ряду сократили вот эту изнаночную, то есть первую петлю второй части рапорта. А сейчас сокращаем последнюю петлю полностью второй части и общей численности одного рапорта. Сокращаем, в общем, одну петельку после путанки. И все, на этом у нас получается в этом ряду убавление закончится. Мы просто чередуем изнаночная, лицевая, затем меняем петли путанки по рапорту узора третьего ряда. И теперь лицевая, изнаночная, вместе вяжем одной лицевой. У нас получается петли рапорта сейчас. Лицевая, изнаночная, лицевая, это 3 петли. И изнаночная, лицевая, изнаночная, еще 3 петли. Получается, из 10 петель у нас уже осталось 6 петель. Четвертый ряд макушки мы с вами свяжем просто по рисунку. Чередуя лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот так вот вяжем по рисунку, как ложатся петельки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот так вот чередуем до конца ряда. Просто вяжем по рисунку, закрепляя убавление в предыдущих рядах. В пятом ряду макушки мы будем убавлять по 2 петли в рапорте и провязывать, чередуя как бы лицевая и изнаночная снова. Смотрите, у нас идет сначала лицевая и изнаночная, мы так и вяжем по рисунку. Дальше у нас идет лицевая и изнаночная и первый ряд рапорта узора высоту. Мы лицевую разворачиваем и вяжем лицевая и изнаночная вместе одной лицевой. То есть как бы у нас сейчас должна быть вот эта изнаночная лицевой по рапорту узора, мы связали вместе с лицевой, одной лицевой вместе петлей. Дальше у нас средняя петля должна быть изнаночной, я так и вяжу ее изнаночной. И снова у нас получается лицевая и изнаночная петля, то есть изнаночная лицевая, если справа налево. Мы вяжем их вместе одной петлей лицевой. То есть фактически мы получается рапорт узора так и провязали лицевая, изнаночная лицевая, якобы поменял рисуночек с предыдущим рядом, сравните. Но при этом мы вместе с лицевой вот этими крайними петельками лицевыми. Мы уже совместили первый рапорт и второй рапорт, благодаря тому, что провязали как бы вот эти вот петельки вместе лицевыми. Теперь снова у нас идет изнаночная, мы так и вяжем ее по рисунку изнаночной. А лицевую мы разворачиваем и вяжем вместе с изнаночной петлей одной лицевой. Дальше у нас лицевая, мы вяжем ее изнаночной. И снова у нас изнаночная лицевая, мы вяжем лицевую изнаночную, вот эту вот, заводя за лицевую петлю одной лицевой. Дальше снова у нас промежуточная изнаночная. И так я буду чередовать, делая убавление вместе с лицевыми, провязывать изнаночные. вот так вот лицевая изнаночная у нас вяжется вместе одной изнаночной петлей разворачивать буду я для удобства смотрите если у вас ниточка делится смотрите чтобы вы не провязали лишние петли и тем самым не сделали тоже убавление никакого снова у нас идет средняя петля путанки она у нас должна быть сейчас изнаночной и лицевая изнаночная мы снова вяжем вместе одной лицевой то есть у нас получается лицевая изнаночная лицевая и изнаночная вот это наш раппорт узорчиком изнаночную промежуточную вот эту мы вяжем одной изнаночной то есть из трех изнаночных у нас сейчас одна изнаночная а лицевую вместе с первой петлей путанки мы вяжем 1 лицевой затем у нас средняя петля путанки изнаночная и изнаночная оставшаяся петля третья путанки вяжем вместе со следующей лицевой одной также лицевой петелькой промежуточная изнаночная далее разворачиваем лицевую вяжем вместе с изнаночной петля путанки средняя у нас изнаночная и у меня остается изнаночная я ее переношу к лицевой и вяжу вместе лицевую и изнаночную петельку одной лицевой и вот так вот я буду чередовать до конца этого ряда, провязывая вместе с вот этими лицевыми изнаночные петли с внутренней стороны от средней петли путанки. Она у нас сейчас изнаночная. Шестой ряд макушки мы продолжаем вязать по рисунку ряд. У нас сейчас петельки ложатся лицевая и изнаночная, чередуя, поэтому мы так и вяжем весь ряд лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В седьмом ряду мы продолжаем делать убавления и для удобства снова перенесите последнюю петельку к первой непровязанной. То есть вот так вот я распускаю последнюю петельку к первой, переношу на первую спицу и дальше буду вязать, вот у нас идет изнаночная лицевая, мы за лицевую заводим спицу и лицевую изнаночную вяжем вместе одной лицевой петелькой то есть сокращаем одну петлю каждую 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 изнаночную петлю этого ряда снова идет лицевая изнаночная мы так заводим за лицевую и вяжем лицевую изнаночную вместе то есть если посмотреть слева направо у нас идет вот она лицевая изнаночная и мы вяжем каждую лицевую то есть провязываем по парно вот так вот провязали лицевую изнаночную с одной спицы переходим ко второй спице вяжем лицевую изнаночную вместе одной лицевой или правильно сказать изнаночную лицевую вместе лицевой вот так вот до конца ряда я буду провязывать по парно сокращая все изнаночные петли в этом ряду в восьмом ряду я все петельки свяжу лицевые то есть у нас уже не осталось ни одной изнаночной петли вязание поэтому вяжем все петельки по рисунку лицевыми петлями как бы закрепляем наши убавления снова связанные в прошлом ряду и вот так вот провязав все петельки лицевые я еще раз свяжу один ряд попарно то есть буду вязать 2 лицевые петли предыдущую и каждую последующую вместе одной лицевой то есть вот так вот свяжу сейчас ряд до конца все петли лицевые и дальше первую вторую вяжу одной лицевой далее третью четвертую вяжу одной лицевой переношу пятую на следующую спицу пятую шестую петлю также вяжу вместе одной лицевой то есть вяжу попарно возможно для удобства можете убрать одну спицу оставить всего три если вам неудобно если вы вяжете на круговых спицах то вам пожалуй тем более неудобно поэтому рекомендую все таки перейти на в общем на чулочные спицы для удобства можете даже меньшего размера абсолютно здесь ничего страшного роли не сыграет в общем вяжем все попарно вот так вот петельки плавно переходя с одной спицы на вторую перенося петельки для удобства и вот так вот продолжаем сокращать петельки чтобы у нас была не совсем стянутая макушка рекомендую вам провязать еще один ряд наши оставшиеся десять петелек по кругу у меня их осталось 10 петелек я провяжу просто лицевыми петельками лишь для того чтобы у нас не получилось такого слишком стянутого вот здесь вот верхушечка такая вот чтобы не получилось у нас слишком стянутая я хочу чтобы она была гладенькая красивенькая и вот я для удобства вытаскиваю одну спицу с работы и продолжаю вот так вот вязать по кругу лицевые петельки довязав десятую петлю первую петельку вяжем лицевой вот так вот на правую спицу и возвращаем на левую спицу обратно провязанную лицевую и теперь вот так вот начиная со второй петельки спускаем поочередно на первую провязанную лицевую петлю все петли постепенно убирая по одной спицы вот так вот одели первую вторую петлю перенесли на следующую спицу теперь третью четвертую переносим пятую шестую и так поочередно все 9 оставшихся петелек одеваем на первую провязанную лицевую постепенно перенося на каждую последующую спицу и с нее вот так вот поочередно переснимаем все петельки спуская со спицы полностью на петлю в конце стягивания у вас должны все петельки остаться на одной провязанной лицевой петли вот она у вас теперь аккуратненько ее нужно будет затянуть вот так вот чтобы у вас не осталось дырочки для удобства чтобы вам показать я сняла петельку со спицы но не рекомендую вам этого делать так как петля может легко соскочить вот так вот во внутрь вязание и вам заново придется переснимать все петельки на вот эту вот петлю которая у нас была первая провязанная лицевой я ее немножечко привыпустила и вот вам показываю смотрите никаких дырочек у вас не должно посередине быть и в то же время не слишком затягивайте вот эту макушку для того чтобы у вас не было такой вот вытянутой гульки вот то есть равномерно вот так вот поправьте у вас петелька на спице можете ее перенести для удобства на крючок и равномерно вот так вот распределите все петельки по кругу при этом не оставляя дырочки по серединке берем крючок и делаем две воздушные петли которые хорошо хорошо затягиваем подтянул на крючок петельку я делаю одну воздушную петлю затягивая ее хорошо и вторую воздушную петлю затягиваю теперь перри вытаскиваю краешек рабочей ниточки и отрезаю оставляю совсем маленький хвостик буквально 2-3 сантиметра для того чтобы мне было удобно спрятать хвостик на изнаночную сторону на изнаночную сторону я вывожу вот этот хвостик крючком и прячу его с изнаночной стороны закрепляю можно не закреплять абсолютно здесь сильно роли не сыграет главное чтобы у вас вот этот хвостик по ходу носки не вытаскивался можете его еще с изнаночной стороны закрепить и обязательно если у вас ниточка делится то все все абсолютно хвостики прячем на внутреннюю сторону чтобы у вас ничего не осталось видно вот так теперь смотрите подтягиваем все аккуратненько равномерно распределяем у нас должна получиться вот такая аккуратная на мой взгляд это очень аккуратная макушка для такого рисуночка и посмотрите у нас получился такой вот цветочек я всегда стараюсь чтобы макушечка была вот таким вот красивеньким цветочком исходя из узорчиком вот и теперь нам осталось лишь только спрятать хвостик с внутренней стороны вот этот хвостик также я вывожу на изнаночную сторону и прячу вот здесь вот по ходу косички вот теперь нам остается для скажем так идеала немножечко ее намочить и высушить вот в таком разложенном состоянии можете одеть на манекен либо на банку как вам будет удобно чтобы у вас аккуратненько петельки вот так вот вытянулись и было красиво аккуратное вязание на голове будет шапочка смотреться очень аккуратненько вот и главное спрячьте краешки ниточек для того чтобы они вам не портили потом внешний вид шапочки и не распустили по ходу носки все краешки ниточек спрятаны и нам осталось лишь только привести ее в красивый вид при намочите немножечко разложите и подсушите я надеюсь что у вас все получилось и было интересно и понятно конечно же лайкайте не забывайте подписаться на мой канал всем хорошего настроения ровных петелек пока пока